Возродим наш лес И что сейчас из себя представляет? Проект зародился очень давно В 2002 году То есть ему сейчас уже больше 16 лет Почти совершенно летний Да И самое забавное, что он зародился именно в Рязанской области То есть начали сажать лес вместе со школьниками Именно здесь В тех местах, где леса мало Но где хотелось бы, чтобы его было больше Все, что южнее Рязани То есть Сараевский район Петелинский район Михайловский район То есть там, где нет леса Там, собственно, и начали сажать В проекте два направления Первое направление – это работа со школами Мы приезжаем в школу и создаем там лесные питомники Лесной питомник – это как лесной огород Только мы выращиваем не фрукты, овощи, а деревья Потому что на постоянное место сажать семечком не очень хорошо Оно так не переживается Лучше все-таки выращивать небольшой саженец И потом же его пересаживать на постоянное место И школьники самостоятельно выращивают широколесные породы В основном дуб, потому что его семена очень легко собирать И потом вместе со своими классными руководителями Выбирают какое-то место Поскольку проект начинался в сельских школах То, скорее всего, где-то вокруг поселка Там, где нет леса Но там, где он мог бы выполнять природоохранные функции Например, сдерживать рост оврагов Или же делать реки более полноводными И вот по кромке оврагов Или в водоохранной зоне Можно эти самые саженцы дуба Или других пород высадить И потом уже лес растет Дети за ним ухаживают И любуются результатами своего труда Вот, это одна часть Вторая часть проекта началась в 2011 году Когда центральный регион накрыли страшные лесные пожары И Рязанская область в том числе Все, наверное, помнят об этом И начал массово размножаться Краэт-типограф Это вредитель, который пожирает еловые насаждения Из-за того, что древесина сухая Ему там хорошо размножаться И очень много деревьев было повалено Приходилось делать сплошные санитарные рубки И образовались пустоты Очень много И Гринпис решил, что можно вместе с волонтерами Уже не со школьниками А молодежь и взрослые люди Поучаствовать в посадках леса Помочь лесничеству Потому что объемы были очень большие И нужно было сажать очень много Сколько уже в среднем удалось посадить лес? Тут в гектарах нам сложно посчитать Потому что все-таки школьные леса Они такие довольно небольшие Буквально там какой-то бережок реки И туда дети взяли и высадили Например, 500 саженцев Которые они вырастили в питомнике Но если посчитать А мои коллеги считали То примерно на сотни тысяч деревьев идет счет То есть школьники довольно много высадили А еще больше высаживают волонтеры Уже вот на таких местах Где были сплошные вырубки И там теперь высаживают не только еловые культуры Но вот мы стараемся туда примешивать дубочки Потому что когда лес смешанный Он более устойчивый Он для вредителей не так вкусен уже Потому что там не только елки Но и какие-то другие породы И если, например, пожары Одна из главных опасностей для леса То тоже когда лес смешанный Он гораздо меньше горит Есть ли какие-то юридические нюансы? Ведь одно дело, когда пустырь Мы его засадили лесом А через 10 лет выясняется Что это, оказывается, частная территория И там строят, например, супермаркет Вот такие случаи были? Ну тут опять-таки нужно разделить Или мы работаем с землями лесного фонда То есть мы с лесничествами договариваемся О том, что мы хотим посадить лес У нас есть волонтеры У нас есть саженцы дуба А у вас есть хвойные Давайте мы как-то совместим наши усилия И они нам сами выбирают участок Пострадавший по каким-то причинам Или это ветровал, или это края типограф И говорят, давайте сажать здесь То есть здесь никаких юридических моментов нет Здесь все довольно просто Потом лесничество за этим участком леса ухаживает А вот если мы говорим про детские леса Которые высаживаются на неудобьях, на оврагах Скорее всего это земли Чаще всего это земли сельхозназначения И там важно договариваться с собственником земли То есть уже непосредственно мои коллеги Или учителя из школы Просто выясняют, кто собственник И договариваются Что вот, например, у вас здесь поле Где вы высаживаете какие-то сельскохозяйственные культуры А мы вот по кромке хотим высадить лес И помочь И почве стать более плодородной И ветровую эрозию останавливать То есть здесь скорее такие устные договоренности Но на самом деле вы подняли очень важный вопрос Потому что сейчас лесов Вот таких на землях сельхозназначения Это бывшие колхозные леса И просто леса, которые растут сами по себе Там, где земля не обрабатывается У них нет юридического статуса в целом И поэтому их А. Можно вырубать И никто ничего не скажет по сути То есть просто этот лес Он на бумаге не существует Потому что он на земле сельскохозяйственного назначения А. Б. Россельхознадзор Видя, что не все земли используются Сельскохозяйственного назначения Он просто может прийти к собственнику И сказать, у вас тут растет лес Или я вас штрафую на хорошую сумму Физическое лицо там до 70 тысяч Юридическое уже на сотни тысяч идет еще от рублей Или же у вас изымаемый участок Участок земли Поэтому очень часто Собственники избавляются от этих лесов Путем, например, поджигания И от этого могут начинаться дальше лесные пожары Поэтому очень важно этот статус лесам придать И российское отделение Greenpeace над этим работает Если сравнить с лесным фондом То и где-то 10% вот таких лесов На земле сельскохозяйственного назначения Причем это земли, которые уже вышли Из своего плодородного состояния Там уже не так хорошо вести именно сельское хозяйство А для лесного хозяйства они подходят Вот Поэтому мы хотим, чтобы у собственника было право Или он выращивает картофель, грубо говоря И там занимается его продажей Или он выращивает лес И тоже, чтобы он мог заниматься продажей леса Потому что, например, в Эстонии или в Финляндии У собственников такие права есть И они сами решают, как бы Как им использовать свой участок земли Ну здорово Надеюсь, мы тоже к этому придем Когда-нибудь хотелось бы в это верить Отлично Что становится с лесом, который посадили? Все мы знаем, что сначала нужно подрасти Нередко бывают случаи, особенно в черте города Когда приехали одни активисты Высадили саженцы На следующий год началась травка Приехали другие активисты Покосили вместе с дубочками Засадили свои саженцы И так происходит из года в год И, по сути, вырасти ничего не успевает Школьники, с которыми мы работаем Они отмечают все-таки, что это посаженный лес Там, например, в одном из сел Я сейчас точно не скажу название Но там есть даже бутылочный лес Потому что школьники рядом с дубочками Вставляли палки И на них надевали пластиковые бутылки Чтобы хотя бы отметить Что вот они, посаженные молодые деревца Вот И в 2015 году Greenpeace ездил по посадкам Которым вот уже больше 10 лет, получается, тогда было И смотрел, как бы, что выросло На тех местах И лес растет Лес живет Не везде Потому что, если, например, собственник земли Или муниципальной администрации Не опахали участок леса То лес может просто съесть огонь Когда траву поджигают Молодые посадки очень легко погибают Вот А там, где все-таки уход был организован Там лес уже большой Уже выше человеческого роста И он дальше продолжает самостоятельно развиваться Там уже, говорят, появляются грибы Вот Местные жители нам об этом говорили Так что Результаты разные Но здесь скорее мы берем количество Потому что даже в природной среде Из 10 тысяч саженцев Там приживется один, например Поэтому у дерева столько и семян Чтобы можно было так или иначе пробиться Как дела в Рязанской области? Насколько здесь приживаются растения? Ну вот здесь есть несколько примеров Поскольку проект «Возродим наш лес» Именно был, не знаю, в течение, наверное, 10 лет Точно здесь сконцентрирован очень плотно Есть много примеров лесов Например, в селе Веленки Или в селе Старобокино Это Сараевский район Там уже довольно большой лес Я сегодня посмотрела на гугл-картах На него сверху И его уже пора прореживать То есть там довольно плотная была посадка И да, лес уже довольно большой И можно уже какую-то древесину Вот людям из села, например Можно было бы вырубить часть И использовать для своих каких-то нужд Ну, естественно, выбирать самые слабые Чтобы дать больше места тем деревьям Которые потом будут расти Но ведь это незаконно у нас сейчас Что нужно сделать? Нужно договариваться Нужно договариваться с владельцем земли Конечно, нужно об этом всём Самобольно никто не даст вырубить Вот Но потенциал уже к использованию этой древесины Он есть И если там вырубить часть По-умному, грамотно подойти к этому вопросу То лесу только легче будет расти Потому что меньше деревьев будут конкурировать Между собой за питание, за свет, за воду То есть чем больше расстояние между ними Тем они быстрее растут И тем здоровее они будут Потому что наверняка Обращали внимание, когда заходишь в еловый лес У ёлок нижние ветки все сухие И очень темно Обычно это происходит там, где очень густо посажен он Чем реже он посажен, тем дерево сильнее, выше и здоровее Поэтому так или иначе Как бы нам было не грустно, наверное, вырубать какие-то деревья Но это элемент ухода за лесом Кстати, об уходе Как ухаживать за тем участочком, который посадил И вообще нуждается ли лес в каком-то уходе В какой-то обработке дополнительно Вот здесь тоже две разных механики На землях лесного фонда Там, где мы сажаем с лесничествами в борозды Там очень важен уход, потому что помимо тех пород, которые мы сажаем Там, будь то сосновые породы, еловые, дубовые Там очень хорошо насеиваются березы и осина Их семена прекрасно туда долетают И они всходят гораздо быстрее, чем те породы, которые мы сажаем И начинают затенять те деревья, которые мы посадили Поэтому через несколько лет после того, как были посажены деревья Нужно обязательно эту березу и осину проредить Чтобы дать свет и возможность расти тем деревьям, которые мы посадили Вот И это первый этап Потом, когда деревья Вернее, нет, это даже еще не первый, это уже второй Первый этап, это когда травяная растительность начинает над саженцем склоняться И там уже тоже конкуренция за свет Вот дубочкам, например, свет очень важен, особенно в первые годы И нужно траву эту выкашивать Аккуратно, естественно, не задевая дубы желательно Поэтому работа очень кропотливая Вот, второй этап, это когда мы убираем осиновую березовую поросль Когда они уже, там, сантиметр 3-4 в диаметре И третий этап, уже после 10-летнего возраста Это когда мы конкурирующие между собой дубы и елки Тоже выбираем наиболее сильные, их оставляем А более слабые тоже можно убирать и использовать там под какие-то нужды Вот, то есть три этапа ухода за молодыми лесами Это если мы говорим про лесной фонд и посадки с лесничествами Если же говорим про школьные леса на сельхозземлях То там главный уход, это опашка от пожаров Там удалять деревья не принципиально, потому что А, не насеивается береза и осина, потому что там целина И там им просто так легко не прижиться, да Не в голую почву они падают Вот, и сажаем мы обычно на довольно большом расстоянии Учитывая, что там не будет возможности прореживать так часто эти деревья Вот, поэтому там главное уберечь эти посадки от пожаров В каком возрасте сажают деревья? То есть какого размера он должен быть? Я не знаю, сколько он должен уже от земли вырасти Это очень интересный вопрос У разных деревьев по-разному То есть очень много... Средний хотя бы, как вы показали Ну вот смотрите, если мы возьмем дуб То посеять желудь можно весной, после хранения зимой И к осени он может уже быть порядка 30 сантиметров И его уже можно пересаживать на постоянное место Потому что дуб вырастает очень быстро Если у него достаточно света и воды Вот Если же мы говорим, например, про лиственницу То она в первый год может быть сантиметров 5, например Да, она довольно медленно сначала растет И поэтому их обычно высаживают на второй или на третий год Из питомника, из лесного Вот сейчас у нас в питомнике растут дубы Из собранной желуди собирали где-то года три назад И вот сейчас, получается, трехлетние дубочки сидят, ждут высадки на постоянное место И в этом году мы посеяли весной новую партию желудей И эти дубочки уже, наверное, в следующем году мы будем использовать на посадке То есть по-разному У кого-то дубы нет возможности высадить И они там засиживаются, укореняются Их уже даже потом Да, их потом уже извлечь даже сложно Поэтому надо этот момент бдить Если я, например, чувствую в себе силу Что я хочу помочь вашему проекту Как мне стать его участником? Нужно ли самостоятельно выращивать? Как потом передать то, что я вырастила? Какой механизм работы? Вот над этим механизмом мы сейчас работаем Хотим вообще создать систему Такую вот некую платформу С кодовым названием Жубер По аналогии с известным такси Чтобы люди могли зайти туда и увидеть, что Ага, вот здесь можно собрать желуди Вот здесь организуются посадки Вот здесь нужна помощь в транспортировке То есть вот такой вот объединяющий платформу Но это она пока в процессе, в развитии Но сейчас у нас, поскольку проект живет У нас есть группа ВКонтакте Возродим наш лес Вот, там можно выйти с нами на связь И в целом, если человек хочет выращивать лес Ему достаточно буквально, не знаю, там Два на три метра участок земли Выделить у себя на даче И засеять его теми же желудями По осени собрать их И можно сразу засеять Правда, осенние желуди очень любят мыши есть Но наверняка часть зайдет Вот, и через год, например, можно высадить эти дубочки Где-то на неудобьях То есть вот то, о чем я рассказывала Где-то в водоохранной зоне, недалеко от реки или озера Подсадить их Вот, или на кромке оврага, чтобы сдержать дальнейшую эрозию То есть вот буквально каждый может это сделать Но, естественно, сажать надо на приличном расстоянии С дубом довольно простая история Но есть история еще проще С деревом, которое называется вяз В Рязани несколько вязов растет на площади Победы Там довольно их легко опознать Вот, семена вяза созревают в мае, в начале июня И вы их тут же можете посеять в питомник То есть не нужно там ждать чего-то Очень простое дерево и в уходе И растет довольно быстро Вот, поэтому тоже вариант Одной из культур, которую можно посеять в питомнике Отлично, спасибо вам большое за интересную беседу Надеюсь, наши зрители взяли себе что-то на заметку И готовы тоже создавать леса А я напомню, что в гостях у нас была Елена Шишкина До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова